Значит, что касается ситуации с иском Юкоса на 50 миллиардов, арестом российской собственности, то ответ каждый может дать себе очень простой. Представьте, что сейчас Европейский суд в отношении вас примет решение, что ваша квартира вам не принадлежит, потому что, и далее какую-нибудь красивую нарисует причину. Вы согласны с этим решением? Какого-то суда, заседающегося где-то там в Гааге? Нет. Почему страна должна соглашаться с решением, которое является явным давлением на нас? Собственно говоря, грабительская приватизация, незаконная приватизация активов государства за очень небольшие деньги, даже отдаленно не напоминающие 50 миллиардов долларов, сегодня используется Западом для давления на нашу страну. То есть сумма иска высосана из пальца. Цель, собственно говоря, дать Ходорковскому деньги на очередные попытки раскачки ситуации и государственный переворот в России. Поэтому реакция России на такие попытки должна быть очень жесткой. Что касается нас, мы в свое время даже разрабатывали законопроекты, и, на мой взгляд, он еще только более актуальным стал. Это значит, в ответ на аресты собственности нашей за рубежом, мы должны арестовывать собственность тех компаний, тех государств, которые поступают таким образом. Ну а далее попытка переговоров. Если они не идут на контакт, они продают наши имущества, мы реализуем их имущество внутри России. Ответ должен быть максимально жестким, потому что иначе нас постоянно будет обижать, тыкать, и ничего хорошего нам от этих решений принимать не надо. Но в перспективе нужно изменить статью Конституции, которая говорит о приоритете международного законодательства над внутрением. То есть для нас решение какого-то суда в ГАГе не указ. Продолжение следует...